вот это вот краснодарский пипичек я его не нашел архив огромный вот он перед тем как его выпилили вот этот агод он был спирт он с него получалось 20 30 лет никто их не собирал ни одной потому что за несколько лет я вырастил помните сад с роскошнейшими грушами яблами и абрикосами и чем кончилось вначале выпилили вот это дерево как не просто не нужно а потом я рассказывал их родственник уничтожил весь от своими руками одна польза от него сад погиб а ума прибавилось уже и теперь я делаю выводы и стараюсь вас переучить вот это вот закончились у меня груша уссурийская груша салиска вещи добавляю слова дико вот это тот самый старинный сад фотографии лет 12-15 я с тех пор там не был мы быстренько вырастили свое я покажу в те годы мы делали так помню первый раз я начали пытался копать потом просто как морковку выдергивал помню первый мой урожай был 600 штук вот таких это все сеянцы они первые годы такими вырастали тени были вот это тот самый уникальный сад так который позволил мне а потом еще и черного его вырастить уникальное самые сладкие в мире груши сейчас я вам покажу парочку смотрите вот это которая поменьше я не знаю вот у себя плохо видно может быть свет круче посмотрите на лесу и красавицу вот она видно ничего нибудь там это есть она она относится к осенним сейчас она еще годится и на 1 месяц еще пролежать до из-за декабря мы считается осенним сорта нас в этом году все поздно поспела как бы на месяц сдвинулась как бы сейчас и ноября как бы сейчас октябрь ну и посмотрите на небольшую грушу которым называется вот она красавица если она уже не красавица это гигант подмосковье на самом деле самые крупные бывают два раза больше год неправильный урожая уже не тот огромный и должно быть раз меньше груша не должна быть еще грамоте нет даже поменьше как как-то аномалии нас доставили а теперь почему я говорю вот эти груш без вот этого что они в руках невозможно и вдруг второй раз за 37 лет был слабейший урожай уссурийских сеянцем а вы вспомните сколько я в том году я высылал дикое количество не зря мне сейчас грушами достаются с этими сеянками а в этом году я собрал раз два где-то порядка трех лет ну это хватит не хватило уже расхватать что было делать когда я начал вам подсовываю место уссурийской груши семена сварога ниже покажу вот смотрите вот она дико уссурийская груша урожай прошлого года это маленькая часть урожая вот здесь я вам показывал один раз фильм и один раз показывал фотографию вот когда это мой внучок тимофей взял этого он не догадался грабелька он стал на колени и его щупи собрал девять ветер эти грушек а вот это та самая московская именно московская потому что другого названия для понятия гигант подмосковье название дано видимо мара хорской наверное но самодельно может быть там где мама имела дачу может быть не сам видя что каким-то образом не попала чудо весом до 500 и более грамма да еще и сладкое вот что из должно быть исключено как так можно да еще и позднее вот если например лесная красавица то еще можно поверить она и спад она всегда была 7 это как перешла в то ли в я пока еще сообразить не могу но еще месяц . хранил холодильнике просто так на валом теперь вот это прошло год не когда они были два раза крупнее видите еще раз я кланяюсь почему и вам говорю и вдруг у меня внезапно я давал еще много кончается семена лусурицкой груши я хватаю за голову и всем говорю я предлагаю замену равноценный то есть грушу свару внимание кстати об сейчас знаете как я был шокирован вот это вот я там ниже увидите то что я хотел вам показать вот это вот ну как киношный герой литературный это вот иван владелец мичугин справа меня поразило что когда снимали этот фильм да это еще как бы царское время это какой-то новый год может быть новый век может быть тот самый до 1900 и меня поразило какие люди сейчас если вы знали как потухли глаза у всех я был на московской международной конференции я общался со многими я пытался наладить контакт там это я потом отдельно бы рассказал как рассказ вот я не встретил там ни одного человека который зная наперёд что у меня лучший сад в россии выразил бы хоть вот такой вот интерес хоть один вопрос задал хоть это я ходил среди них чужое есть такое выражение чужой среди своих они там кланами были встречались обнимались как живем кого сняли кого поставили кто карьеру сделал кто куда вот это было про садоводство не со мной я все эти курилки были несколько как это называется несколько перерыва было да был перерыв на обед нас кормили там бесплатно вот там никому ничего не только со мной в хае стояли в этих вазах абрикосы мои вот эти да и байкалова они не привезли ничего хотя время было абрикосов а команда была привести все лучше то есть получалось в тот момент россии абрикосов науки не было вообще и можно сказать они не ставлю такой цель и тогда привезли огромные ветки облепленные крупными вишнями и черешами вот это я знаком с но абрикосы только мы и никого никто не подошел в господи что же это за сибирь да не дам не дам не дам ничьи вообще понимаете я вот сравнил а пусть это художественный фильм да вот понимаете пусть это все придумано но это еще царское время вот это вот и вот это вот как сейчас не хватает такое таких друзей такой аудитории и я там бы и был бы конечно не таким гигантом как мечури ну хотя бы равны среди всех хотя бы не хуже вот что так обидно это а сейчас что настое было то несколько человек и все могила забирайте забирает уже боюсь намекать назвать нас к фамилии она может всем за 70 представляете в боюсь говорить живых кто остался вот это как бы почему я говорю вот это я делал фотографию буквально неделю это берите неси на буквально два дня растаял снег вот мы пошли сенькой фотографироваться почему дело в том что сенька он гений ему 7 лет он первый класс пошел уже школа не нравится это не уровень и представляете это не уровень вот это на кору к деле его вот если бы такие дети а он ну вот конечно и ходит и на этот на восточный набор стоит само собой иначе кто кому-то нужен и когда тем это будут морду бить вот и ходит там на информатику я с ним общаюсь он гений такие гения если в школе 30 человек то там среди них гений 30 они еще не познаны кто знает может он будет великим скульптором да а может быть садоводом он уже деньги зарабатывать слава богу а у нас это значит цифрами оперирует так складывает вычитает разносят цифры как это у него голову кладу своей близко таким не был и вот я так подумал а все 30 детей им только бы раскрыть способности окажется что если в классе 3 всех это 30 гениев не 29 а все 30 и и нам нужны теперь особой школы него так каких как концу школы расходят чуть ли не дебилами я не шучу вы сами знаете что интернет сделал детьми сами знаете а что такое специнтернат дисциплина как в армии или как они называют что-то кадетские там эти заведение учебное военное вот такая дисциплина и развивать способности память мышление 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 мы отстаем все больше это сказки там где-то первое место там по информатике или как он там по этим дебильным играм заняли чушь собачья этим не построить заводы все сравнивают уже с этим берег слоновой кости обогнал на свете и вьетнам когда раньше они кроме риса ничего не умеют что творится специнтернаты и не где-то там москву забрали лучших лучших сотни тысяч миллионы каждом городе специнтернаты уже с этого возраста делить на этих самых на как бы гомендарь и на эти техника будущих инженеров а эти кто москве сидят все эти министры которые отвечают за науку за образование за просвещение ни хрена сами не понимают они от эгэ отказаться не могут а кому это говорю а вдруг однажды кто-то из наших проскосят туда вверх вот смотрите специнтернаты для одаренных детей главного богатства страны никому ненужного а ведь они останутся навсегда вот это как таежный тупик колония нищета кругом абсолютно нищета половина города вот я знаете что я вспомнил вот это выражение которое касается нас семьи еще до многих когда стойлер обращался к собачке ты каштанка насекомое существо и больше ничего супротив человека ты все равно что плотник супротив стойлера аналогию проводите сами высказался